К сожалению, подходит к концу наша рыбалка. Сегодня последний вечер на водоеме. Мы решили сделать специальный ужин из того, чего поймали. Сегодня у нас будет котлета из щуки, уха, маринованная щука, ну и копченая рыба всякая разная. Сейчас я дочищу буквально последние остатки, но и приступим уже к приготовлению. Голова у нас пойдет на уху, само мясо на котлеты. Ну что, промылоем рыбу. Вот эту щуку мы разделываем на котлеты. Сейчас мы ее отфилируем, снимем чистое мясо, потом уже будем прокручивать. Ну что ж, заготовка сделана. Уху мы будем делать из того, что у нас уже наловили до этого. У нас там довольно много голов скопилось. Это мы первый раз отварим. Примерно такую рыбу мы будем коптить. Это ясь, это окунь вот такого размера. Самое, по моему взгляду, оптимальное для копчения. Ну а там мелочевка осталась, это мы в уху пустим. Ну что, сейчас будет первый этап приготовления ухи. Закинем туда головы. Вот вода уже закипела. Все это дело покипит. Минут десять мы эти головы выкинем и заложим уже рыбу посерьезнее. К большому счету мы делаем именно уху, а не рыбный суп. То есть самой рыбы в этом грузе практически не будет. Ну все, котелок у нас забили. Теперь ждем, когда это все дело начнет кипеть. И приступим ко второму этапу. Пока первая партия варится, я почищу лук для наших котлет. Все очень просто. В чистке лука. Ну что ж, вода закипела. Пожалуй, голову пора выкидывать и закладывать на выруби. Жаль, конечно, у нас целой поварюшки нету. Крайне неудобно так. Помучаемся. Первый этап благополучно выполнили. Выкинули все головы. Теперь закидываем всю мелочевку, которую мы специально ловили. С мелкой рыбы самый лучший навар получается. Сейчас здесь в основном идет окунь. Там несколько плотвинчик было. Ну уж поймали, не выкидывать. Решили тоже сварить. Конечно, с плотвой навар не богатый, но тоже ничего. С головой вот самый лучший навар. Я не зря варил в первую очередь именно головы. Вот можно посмотреть. Бульон уже. Там жир плавает слоем. Ну, так как это только вторая варка, будет еще третья, то там жира будет очень много. Рыбьего жира. Самая такая питательная и очень-очень вкусная. Просто о! Все мы закинули. Ждем, пока вторично это все дело закипит. Опять же мы это все выкинем. Ну и уже закинем последнюю часть рыбы. Навар будет просто великолепный. Ну что ж, пришло время приготовить наши котлеты из щуки. Собственно, гриндинентов тут не очень много. Непосредственно мясо щучье, лук, добавим немножко сала, соль, яичко, ну и смесь прямностей. В общем-то, сначала это все надо перемолоть и смешать. Начинаем с рыбы. Столик здесь, конечно, не очень удобный. Ну, делать нечего. Прикрепить и нам его больше некуда. Делаем фарш. Промолоть его придется пару раз, чтобы перемолот все мелкие косточки, которые там остались. Ну и заодно это все перемешается. Потому что умолоть мы уже будем все вместе. Женя, помоги-ка ты мне. Подкидывай мне мясо. А то у меня, считаю, долго иначе будет это все дело. Процесс идти. Значительно веселее. Здесь котлеты из двух щук. Те, которых поймал Саня. И только только поймали вы. Из двух разных подъемов, да? Попробуем, что получится. Надеюсь, все понравится. Ну что ж, наша рыба закипела второй раз. Сейчас мы это выкинем. Закинем третий уже. Там добавим специи, соль, лук. Ну и, собственно говоря, все. Там больше ничего не будет. Так что убираем лишнее. Добавляем необходимое. Ох. Даже не знаю, с какой стороны подобраться. Так, ну рыбу мы выкинули. Осталось добросить туда основную часть. На это пойдут у нас большие головы с хребтами от рыбы. Их зато будет доставать проще. Добавляем специи. Солим. Лаврушка обязательно. И смесь перцев. В принципе, можно обладать обычным черным дорожком. Но я так предпочитаю еще и душистые. Более ароматные. Щепотку лаврушек. Горсточку перца. Щепотку соли. Ну и одну луковицу. Ну и одну луковицу. Ну, собственно говоря, ждем, когда это все закипит. Это будет кипеть несколько подольше, чем первый. В два раза. И после этого приступим к ужину. Так. Теперь берем кусочек сала. Я думаю, половинку вот этого хватит. Сало непростое. Белорусское. Точно говорю. Так же его в мясорубочку. Кусочками. Она уже даже со специями. С мясом. Перемалываем это все. Ну что ж, салва осталось немножко. Теперь осталось лук. Точно так же пропустим через мясорубку. Я думаю, мы всю эту тарелку, конечно, не будем. Но, в принципе, лук точно ничего не испортит. Один раз мы это все перемоловлю. Сейчас перемешаем. И запустим еще по второму разу, чтобы убрать все косточки. И заодно это все перемешается. Ну что ж, начали потихоньку сползаться уже люди. Видят, что почти готово. Собственно говоря, традиционный последний штрих. Еще одна минутка и можно снимать и есть. Да, собственно говоря, что тянуть. Где моя перчаточка? На елочке. Ну что ж, дадим немножко настояться. Ну, минут, наверное, 15. И потом можно будет приступить к трапезе. Собственно говоря, смесь получилась. Осталось добавить соль, специи и яичко. Ну, здесь смесь пряностей для рыбы. Я думаю, для котлет рыбных тоже пойдет. Мы уже не будем. Так. Добавляем яички. Ну вот, рыбий фарш получился. Теперь это все дела. Слепить котлетками и на сковородочку. Предлагаю, я буду лепить, а кто-нибудь будет жарить. Ждем, пока сковородка прокалится. Да. Возьми ее, брат. Прекрасный золотистый цвет. Я надеюсь, они так же вкусны, как и выглядят. Ну что, все это, ну, кроме овощей. Поймано здесь, здесь же приготовлено. Мы будем сейчас есть. Тем более, это последний вечер у нас, к сожалению, здесь. Да. Завтра с утра уезжаем. Ну что, давайте приступим потихонечку. Налетайте. Налечу потихонечку. Да. Давайте, давайте. Уха. Ух. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok